Ульяна, шестой класс, преподаватель Кузнецова Мария Сергеевна, Лобановская Дэшии. Мы сейчас что с тобой послушаем? Романс будешь играть, да? Тоже тремоло. Тремоло. Романс будешь играть, да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Романс будешь играть, да? Романс будешь играть, да? Романс будешь играть, да? КОНЕЦ 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 Молодец, Ульяна. Какую большую весу сыграла. Молодец. Ну, здесь говорим все-таки про еще руки, да, нажимаются прям вот так. Вот у тебя рука уже отпала. Значит, здесь мы можем говорить даже, она у тебя зажимается, даже ты начинаешь играть, она у тебя уже зажата. Да? Ну, это потому что... А, давайте. Это видно, что вот уже зажата рука, у нее вот она уже это тремоло, у нее от тремоло, конечно, очень рука зажимается, да. Ну, попробуем, конечно, освободить, но здесь, конечно, есть в аппарате еще, да, во-первых, у нее тоже, видите, у нее длинные очень эти пальцы. Пальцы очень длинные. Видимо, еще приспособленность такая. Ну, немножко. Давайте. Давайте. Муточки просто смотреть. Сейчас как-то мне сделать. Как это сделать? Ну, чтобы все. Да, да. А мне будешь, я надо сейчас... А еще и... Ульяна, может, ты сюда? А, она-то наизусть играет. Ульяна? Я все равно себя тогда закрою. Спасибо. Сейчас я что покажу. Да. Значит, очень длинные пальцы, да, у нее. Вот есть еще проблемы такие. Здесь основное, конечно, здесь она старается, все, молодец, но основной момент, это все-таки нет такой, знаете, метролитмической дольности, что ли. Вот предыдущая Аня, хоть у нее и были проблемы там какие-то с дыханием, да, еще, но она чувствовала вот эту пульсацию, я не знаю, как это объяснить, да. Вот она чувствовала первая, вторая, третья, четвертая, понимаете, да. Вот эта пульсация у нее была, она могла куда-то уйти, там, замедлить, ускорить, но у нее она все время была в этом романсе, да. А здесь вот такое впечатление, что немножко Ульяна теряется, где первая, где вторая, где третья, где четвертая, заметили, да, нету вот этого, вообще нету вот пульсации какой-то, потому что в любой пьесе, что такое пьеса, да, жанровость ее, например, характеристика, это отношение ее к чему-либо, например, это марш, мы учим детей, танец, песня, это там вот балеро у тебя в программе есть, да, это фламенко, это роман, романс, это, то есть ее природа произведения, вот здесь я не понимаю, что это за природа, это романс ли, либо это ближе к арии, либо это ближе просто какая-то народная песенность, понимаете, да, то есть вот это надо поставить обязательно, у тебя может быть пойдет, давай мы с тобой домочку возьмем, есть зажатие немного, да, есть, вот смотрите, видите, трехструнки часто без подлокотников, да, все-таки когда есть подлокотник, то удобнее опираться, это четырехструнники хорошо знают, на трехструнках не всегда, но вот новые модели уже все с подлокотниками, новые современные мастера все делают с подлокотниками, понятно, что это не все могут сделать, у нас тоже в школе без подлокотников, поэтому у нее, видите, у нее абсолютно отсутствует опора, абсолютно, мало того, у нее нет опора, у нее длинные руки, абсолютно неприспособленные, видите, трехструнки, видите, у нее, у нее вот половина руки, нам мешают, у тебя, ну что делать будем? на кардинальные меры ты готова я нет не готова тебе сколько лет вот такая красивая конечно тоже не отдала свои руки такие такая длинная так это вообще в жизни это только бонусы тебе она добре нам минусы понимаете да чем я говорю вы видите да сколько у нее лишнего ну приходится как-то приспосабливаться будем приспосабливаться поэтому видите отсутствие можно когда у меня отсутствие топора видите у нее а некуда руку деть руку некуда деть кто видит видно да руку то дело дело руку пить и вот здесь бы еще домра было а вот а учить да я понимаю все учить надо но вот есть вариант например вот в институте вот у нас была педагог был из силы она заканчивала на альтовой доме а потому что руки некуда девать понимаете вот но мы с тобой найдем способ смотрите тогда мы делаем не так ручку да а вот так правильно сделала вот отсюда видите уже больший рычаг понимаете да понятно о чем я говорю не так а немножко вот так да но мы все равно ее должны придерживать для этого дома немножечко потому что вот вот мы тогда будем устойчивы потому что играть вот на грифе не есть хорошо все равно не будет устойчивости дома он должна обязательно быть устойчивым здесь тоже немножко пальцев много локоть немножко вот сюда вот вот над этими должны быть только две фаланги у нас две фаланги только третью фалангу нам здесь не надо вот у нас вот активный только вот и активно еще первое при успехе спасибо что у меня такие пальцы понимаете да вот а у нее вот много здесь всего это будет мешать и беглости и координационным вещам так сначала теперь ставим дольки можно с вами да тоже мы просить его значит теперь да сначала прям теперь ставим дольки да прям вместе играем а что ты пальцы-то опять не достала все ух ты какая хитрая опирайся ты очень пластичный танцами занимаешься нет а чем заниматься только музыкой очень пластичная очень хорошая очень хорошая очень хорошая очень хорошая и положительная подождите я энергию беру потом давайте стреляться будете да буду стреляться потом слушайте какая девочка гармоничная какая у нее столько много увлечений интересов а говори только музыки я вот тебе не надо много очень чего-то учить вот у нее куча интересов просто такая любознательная интересный человечек так лирика роман сыграем пожалуйста первые дольки ставим локоть первые дольки первая дольки первая определи дольность непонятно иначе это конец фразы дыхание еще раз сначала и четко играй Чётко, ты можешь забывать ещё что-то делать, но ты чётко должна играть, иначе непонятно дольности. Музыка сложная очень для шестого класса, конечно. Ещё раз. Первая. Опорнее на струне, опорнее. Первая доля. Я не понимаю. Первая. Я не понимаю первая. Её можно и пиано сыграть, но первая, она главная. Слышно меня? Да. Да. Слышно, да? Да. Вот. То есть для этого не обязательно играть громко, я имею в виду та, опорно, ра, ра, музыка пошла развиваться. А я говорю почему-то. Ровнее. Ритмичные. И раз. Раз. Молодец. Раз. И опустила себя тише. И опять не надо замедлений. Раз. 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 Молодец. Умничка. Дальше играем. Дальше синкопирование. У неё не выдерживается. Раз. Молодец. Дальше ровно. Убираем. И пеер-молодец. Убираем. И пеер-молодец. Убираем. Окончание. Раз. Спасибо. Формируй. Ля-а. Ну это не набор нот, а это раз. Это не набор нот, это фразочка, но это дербенк, это современный композитор. Да. Тут ничего не понятно. Я сама в ней ничего не понимаю. Но написано, третья, первая, и все, сложилась фразочка сразу, правда? Да, она такая немножечко замысловатая, но она сложилась, понятно, да? Сыграем прямо это место для рейфа, да? Пожалуйста, и первая доля, раз, летаешься, первая, тише, раз, два, ряда, первая, раз, раз, а здесь третья долечка, спасибо, а вот здесь третья, смотри, у тебя, раз нет, раз фортепиано, раз опираемся, а здесь раз, три, понятно, да? Раза нету, но третья есть относительно сильная, раз, два, раз, это третья, третья, понятно, да? Все равно есть вот эта пульсация, она должна быть, а раз, бас, можно, да, вот эти местечечки, вы поняли, да, хорошо, спасибо, Ульяна, отсюда, пожалуйста, убирай пальцы, подождите, она пальцы не убрала, мы не будем играть, молодец, убрала, молодец, умничка, как лучше намного, да, стало? Да. Слышите, да? Да. А потому что координация пошла, сразу пошла координация, она даже убрала просто пальцы, мы эту руку, извините, она не дала нам ничего делать с ней, да? Она сказала, я не хочу ее, короче, вот, а здесь мы можем немножко убрать, локоть убираем и сразу пошел звук другой, поняла, Блиночка? Молодец, солнышко, координация пошла, местечко вот это, с относительно сильной вдоль, как передел. Та-ти-та-та-та-та-та, та-ти-та-три-и-да-ды. Говори, все равно, пожалуйста, и, бас, и, бас. А вот смотри, допираешься, ра-а-а. А зачем? Ты ее услышишь. Но ее не надо. Так не надо к концу фразы делать, да? Ты так даже не споешь. Фа-ми-ре. Так не споешь, ты споешь. Фа-ми-ре. Но вы не споете ведь так? Фа-ми-ре. Я напряглась уже, мне надо уже акваниатору. Фа-ми-ре. Вы по-другому не споете. Играем так же, как поем. Еще раз это же место. Уличка. Дыши. Раз-давай. Молодец, домичка. Смотрите, как прекрасно. Вы стучи. Я говорю, шевральный ребенок, видите? Понимаете? Звук даже другой станет. Как мне нравится. Играем, Яна. Сколько у нас времени попела в участие? Дальше так же. Очень приятно. Нет, хитрая. А ты что сейчас по-своему начала? Давай по-моему. Убирай все. Как красиво ты играла, Яна. Просто бальзам. Подсушить надо пальцем. У меня вот тут Татьяна такая же история. Сейчас. Да не надо? Пожалуйста. Да нет, нет погружения. Первой доли я не чувствую. Ти. Мы начинаем играть. Смотри. Первая доля. Первая. Понимаешь? Ты даешь знать о том, что ты готова играть. Пожалуйста. Нет. Дыхание. Не бойся дышать. Не бойся. Раз. Веди, 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 веди. Держи. Раз. Держи, вертолит. Путь. Ира, ира. Раз. Да. Убечка. Не надо замедлять. Ничего не надо. Раз. Обопрись. Прекрасно. Раз. Да. Раз. Раз. Теряем. Спасибо. А это романсовая интонация. Можно. Можно повесить. Здесь когда ты. Ты хочешь вот так, да? Вот ты. Вот так чувствуешь. Да? Эту прям верхушку она такая. Бойцовская такая. Это как из муженьки пришла. Верхушка-то у нас. Это что-то как-то на муженьку. Здесь не похожая история. Да? Здесь все-таки. Мягче. Это просто. А вот знаешь, вот я иду, вот смотри. И просто посмотрела, куда. А здесь. Сирень увидела. И дальше пошла. Все. Правильно? И все. Поняла, да? Давай. Ну-ка сирень мы увидим сейчас. Вот можно отсюда, последняя стручка, если можно, да? Она играет. Ми, то есть. Не, пожалуйста. Нет, это не первая доля. Это просто наигрыш какой-то. Это не музыка. И спустилась дальше, где-то раз, два. Петр Ильич дышит. А здесь романс. Да, и здесь. Молодец, сумочка. Очень красиво. Ну, просто я говорю, ну, девочка просто какая-то уникальная. Я говорю, у меня и так много всего, а мы поняли друг друга. Называется. Ну, надо хлопать, я думаю. Спасибо. Умничка. Очень красиво. Она вот настолько пластична, она может играть, оказывается. Вы понимаете, музыка совсем поменяла. Она стала выразительной, гибкой. Она стала музыкой. Все. А мы только поставили первый, третий. Она может. У нее хорошие слухи. А почему пошла с ней надо идти работать? Потому что у нее очень слуховые восприятия хорошие. То есть она может образно мыслить девочкой. Она очень интеллектуальная, кстати. Хотя математика хорошая. Ну, наоборот, плохо. Вот я не попала. Да. Ну, все понятно. Так. Ну, мы, может быть, вторую не будем слушать? И что хотела сыграть еще? Болеру хотела сыграть? Болеру хотела сыграть, да? Может быть, уже мы, наверное, по времени, наверное, уже выйдем. Но я думаю, на Тремоло сегодня мы хорошо поработали, да? Да. Давайте мы, если надо будет еще детальнее, мы можем уже встретиться. Мы же с вами имеем связь. Так что мы всегда можем с вами посотрудничать, да? Хорошо. Молодец, Ульяночка. Очень. Мне прямо так приятно было. Я подержусь еще. Так, давайте вторую девочку запускайте. Как хорошая. Тебе, в общем, всего хорошего. С ручками поработать, да? И все будет очень хорошо. Спасибо, Ульяночка. Спасибо. Ну, если здесь будешь, еще...